Прежде всего, хотелось бы поблагодарить организаторов конференции за возможность выступить в этом храме науки, поговорить о храме, в котором поклоняются Всевышнему. Для меня большая честь выступить в Институте Европы РАН. Я сам историк, преподаю в Российской Государственной Академии интеллектуальной собственности, и мое выступление – это будет попытка ретроспективного анализа, некой ретроспективной рефлексии сложившейся ситуации. Россия имеет очень сложную историю взаимоотношений государства и религии. Привнесенные из Византии традиции цезарепопизма были усилены петровскими реформами, превратившими православную церковь в предаток регулярного государства. Василий Осипович Ключевский в конце XIX века так определял Российскую Церковь – ресофорное отделение императорской канцелярии. Уголовные уложения, принятые при Николае I, карали представителей неправославных конфессий за миссионерскую деятельность среди православных, а также самих празелитов, которые переходили из Государственной Церкви в иное вероисповедание. История правовой реализации свободы совести начинается, как мы все знаем, с манифеста об усовершенствовании государственного порядка и указа об укреплении начала веропертимости 1905 года. В советский период свобода совести была закреплена на конституционном уровне. Об этом говорилось и в Конституции 1924 года, Конституции 1936 года, 1937 года. Но эта свобода имела существенные ограничения в ее практической реализации. В разные годы советская власть принимала те или иные нормативно-правовые акты, которые запрещали или существенно лимитировали миссионерскую деятельность, крестные ходы, совершение религиозных обрядов, не стен храмов, например, в местах захоронений. Был период, когда священникам запрещалось даже появляться в рясе в общественных местах, это считалось миссионерством. И, конечно же, нельзя сказать о том, что в советское время действующих храмов и миссионерей было очень и очень мало. На мой взгляд, эта советская установка на ограничение именно публичной стороны вероисповедания до сих пор не преодолена в полной мере. А в каком-то смысле мы можем говорить о реставрации советской парадигмы государственно-религиозных отношений. Да, сегодня мы видим многочисленные крестные ходы и трансляцию на государственных каналах религиозных служб. Однако относительно недавно был принят закон, уже упоминавшийся предыдущими спикерами, который существенно ограничивает миссионерскую деятельность под угрозой административной ответственности. Это закон номер 374 от 6 июля 2016 года. Причем закон этот, на мой взгляд, зачастую однобоко применяется в отношении миноритарных религиозных групп и также тех, кого относят к нетрадиционным конфессиям. Как справедливо отметил Роман Николаевич, нетрадиционные конфессии, в общем-то, не существуют в законе такого понятия. Ну, свежий пример, когда учитель йоги был оштрафован, по-моему, на 50 тысяч рублей за то, что он в социальной сети поздравил своих подписчиков с каким-то индуистским праздником, и это посчитали незаконной миссионерской деятельностью. То есть тут даже вопрос не только к самому закону, сколько к правоприменению. А правоприменение такое, как мне кажется, возникает по той причине, что диспозиция закона не очень определена, непонятно, что же такое миссионерская деятельность. Можно ли просто поздравление с праздником считать таковым? В этом же ключе, как мне кажется, надо рассматривать и проблему нашего круглого стола. Это неадекватная диспропорция в количестве храмовых комплексов разных конфессий, в частности в Москве. На мой взгляд, можно только приветствовать программу храм шаговой преступности, которая возникла в результате сотрудничества правительства нашего города и Русской Православной Церкви. Но на этой фоне очень несправедливо выглядит очевидная нехватка мечети и храмов представителей протестантских динаминаций. Недостаток мечети, мне кажется, очевиден для любого москвича, который пробует в тот или иной мусульманский праздник пройти сквозь толпу верующих. И видит, как люди вынуждены буквально на земле, буквально чуть ли не на проезжей части совершать намаз. Это, на мой взгляд, очень унизительно для молящихся и очень неудобно для остальных. Конечно, строительство соборной мечети существенно ослабило эту проблему, но не решило, как мне кажется, в полной мере. Что касается протестантских динаминаций, такие как методисты, пресвитериане, некоторые ветеранские направления вынуждены ютиться в каких-то офисах, в каких-то съемных квартирах. И совершенно непонятно, почему бы им не создать, пусть небольшие, но все-таки собственные молитвенные дома. Ведь храм – это не только место для молитвы, храм – это еще и способ манифестации в публичном пространстве той или иной конфессии, то есть способ заявить о себе, что она существует. Больше всего меня удивляет, коллеги, то, что в Москве до сих пор никак не могут построить буддийский храм, хотя буддизм, в общем-то, одна из склонных конфессий. Я знаю, что в Москве существуют последователи как традиции Махаяны, так и традиции Хинаяны. Да, большинство из них – это люди, пришедшие в буддизм из русскоязычных граждан, но это такие же граждане, как и те, кто исповедует эту религию традиционно в Штуве или Калмыкии. И за этим, как мне кажется, тоже просматривается такой советско-имперский подход закрепить мировую религию за каким-то этносом, неприятие, перехода из одной конфессии в другую, что противоречит самой сути мировой религии, поскольку мировая религия обращается к человеку вне зависимости от того, какой он национальности, каждому человеку, каждой душе. Таким образом, на мой взгляд, мы имеем государственную политику в отношении религии свободы совести, которая имеет рудименты советского и, возможно, даже дореволюционного, романовского прошлого. И эти рудименты существенно мешают гражданам России в полной мере реализовать право на свободу совести. Коллеги, у меня все. Спасибо за внимание.